ребят садимся за руль выше меня можно по нижней просто пустить здесь однозонный климат-контроль обогрев заднего стекла и боковые зеркала греются обдув лобового стекла сильнее республикация воздуха в салоне у мультимедии прибавить звук можно через эту кнопочку либо через громче так вот это у нас функции это автозапуск двигатель то есть можно в холодном климате прогревать каждый час так это нужно пробовать на мозг не нужно не все понял здесь идет дублировать смартфон можно через android авто его через яндекс карту отобрать из через реплику телефон получает скачивать предложение то есть навигатор сюда можно выдастся конечно через свой смартфон подключать еще через usb вход радио получается радио станции можно закрепить музыка через флешку через bluetooth включайте так телефон громкой связь камеру можно включить одну кнопку задниками передней все у нас заляпалась сейчас подогрев сиденье двухступенчатый поедем поближе привод здесь можно есть на переднем приводе автор режим это 70 на 30 оси работает то есть пробуктов на передней оси надеюсь подключается и вот есть принудительным здесь он отражается 4 водолок это у нас 50 на 50 до 80 км в час он привод поддерживается на каком поедем можно на полному потому флешка ключит лавайте право короткий ход педали степени очень мягкими сейчас взял в прокат ладу грант но они предназначены для такси это будет взял но там после пробега семидесяти тысяч на конечно понимаешь что что блин рвет вообще классно слышу я не ожидал что она такая резвая на самом деле прям вот реально прям педаль поднажимаешь ли уже ты не несет вперед я даже не могу подобрать эту оборот обороты по скорости что комфортно не чувствует скорость на 70 вполне комфортно удобное сидение прям вот прям хорошо про вливаешься раз вот поясничный подбор это самое хорошее потому что рассматривать лично для меня автомобиль без поясничного подпора это вообще людям у которых это проблемы допустим с поясницей и ну реально я праву сел сел в кресло и прям чувствуешь себя удобно удобно первое впечатление что сел за пушку гонку ну реально такие мягкие педали прямо и смысле отклик у них очень хороший нажимаешь и все она там стартует сразу и ты не успеваешь как тебе нужно уже переключать передачи вот недавно ездили допустим у китайца до джак джак с 7 это большой такой кроссовер семиместный вот ну понятно у него там дело роботизированная коробка передач но разгон у него не такой шустрый как здесь вот а так я даже вот на вскидку могу припомнить на форстре с вариатором ездили потом ну понятно дело вариатор как бы такой более задумчивый но очень быстрая машина вот я вот если честно прям шокирован тем что как бы казалось бы что автомобиль для пенсионеров ну можно сейчас вот молодому поколению кто хочет погонять так и подогрев сиденья здесь есть а что сыграть да сейчас проект там вообще я помню года три назад тоже приезжали в салону здесь мы ехали ехали то ли не сам здесь есть не сам раньше был вот и там была девушка менеджер такая молодая и я что-то забыл что совсем здесь этот дорожный переезд мы ехали назад по моему то ли на каптюре то ли на из трейли на чем-то я уж не помню забыл что переезд как бы отка здесь можно сбавить и мы короче пролетели через него километров на 70 и как бы тоже в принципе не заметили вот я думаю что это наверное почему это все то что автомобили которые приходят в россию наверно уже адаптированы к русским условиям по подвеске тем более до старый тут такой насколько я читал в интернетах вроде уже не той не но как не больше изменений чем из изначальной модели которая выпускает да там где-то тут просто городу я проехал нет не ну классно вообще мне автомобиль если честно понравился и иди единственное что смущает это действительно довольно таки аскетичный салон я имею ввиду что по пластику пластик здесь не скрипучие чего-то удобно сделал она деталью это все выполнено и на солнце то есть не проминается ли что ничего гипоаллергия и вот мягко сейчас идем вот мягко так как корабль по кочкам так и вот прям очень удобно комфортно комфортный автомобиль задняя она секрет эти вот с первыми перепутали здесь делали вот секрет . чего такой а вот так даже да вам понравился дедрайв понравился вообще классный автомобиль на самом деле единственно что сказал что смущает довольно таки такой небольшая эскетичность здесь вот ну то что пластик здесь вот здесь вот здесь вот мягенькая как бы и ну и в принципе такой дизайн такой простой ну а так автомобиль в движении и в управлении еще классно мне понравился очень у людей во всех всех а там нету бокса вот просто подлокотник даже есть это что-то можно такой небольшой спрятать вот стаканники как-то неудобном месте получается сделаны здесь если ставить допустим что-то большой стакан здесь еще багажнике а это у нас что экорежим экономия топлива то есть надо можно экономить двигатель или не так уже так резко работает там из домища ну естественно это у нас поварить и внутренний замок закрыт изнутри отключение парктроника камеры и прогрева приятно так нажимается и сам главное на ощупь приятно такие тактильные ощущения классно мне нравится антилочки тоже такие элементные современные направлении куда да вот это тоже замечательно сделано и авторежим то есть вот она прижиме вот принципе все так а бардачок это не заметил здесь вот начал думал что дата стоит нет он не отсутствует даже 4 сюда можно класть и ничего не не отсутствует удобно очень 40 литров и щеку и ниши это и дополнительно для багажник карманы 40 литров они составляют здесь у нас эроглонас свет а это говорил когда у вас громкой связь здесь также свет пассажир 3 подголовничка максимальной комбинации прям на ключе на центральном замке автозапуском она также можно завести так дистанционно